Господин председатель, благодарим специального координатора по БВУ господина Тура Венеслана за обзор ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта, где уже восьмой месяц продолжается кровопролитная военная операция Израиля, унесшая уже более 36,5 тысяч мирных палестинцев. Беспрецедентное со времен Второй мировой войны количество жертв. Абсолютное большинство среди них составляют женщины и дети, которые погибают в поисках жизненно необходимой помощи в недоступных для ООНовских структур районах Анклава. Вопреки резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также решениям Международного суда ООН, израильская авиация продолжает неизбирательные бомбардировки южных и центральных районов Газы. Не избежал этой трагической участи и город Рафах на юге сектора, где скопилось порядка миллиона гражданских лиц после того, как, по данным Бапор, его покинули 800 тысяч палестинцев. Ежедневно в городе гибнут люди, включая сотрудников ООН. 13 мая в результате обстрела ооновского автомобиля, который направлялся в европейский госпиталь в Рафахе, был убит сотрудник Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности. А еще один ооновец был ранен. В ночь с 26 мая в результате атаки ВВС Израиля по палаточному лагерю ВПЛ к северо-западу от Рафаха было убито по меньшей мере 45 человек, включая маленьких детей. Десятки были ранены. Произошло это буквально через два дня после очередного постановления Международного суда о временных мерах с требованием прекратить наступление в Рафахе. Кроме того, на КПП Рафах в результате перестрелки между израильскими военными и египетскими пограничниками был убит военнослужащий армии Египта. Израильские действия в Рафахе осудило абсолютное большинство членов международного сообщества, включая глав внешнеполитических ведомств стран арабского мира. Не остался в стороне и генеральный секретарь он Антонио Гутерреш, призвавший Западный Иерусалим к проведению тщательного расследования для определения ответственных и принятию незамедлительных мер по обеспечению защиты гражданского населения. В свою очередь, мы также осуждаем авиаудар по лагерю ВПЛ в Рафахе и призываем Западный Иерусалим положить конец этим военным преступлениям в отношении палестинского народа. Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения положения международного гуманитарного права. Недопустимо нападение на персонал ООН и гуманитарщиков, работающих на земле. Поддерживаем соответствующий призыв Антонио Гутерша к незамедлительному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и безоговорочному освобождению всех заложников, чтобы положить конец страданиям гражданского населения Анклава. Господин председатель, из озвученных спецкоординатором оценок становится понятно, что остановки израильской военной машины в ближайшее время ожидать не стоит. Видим, что Западный Иерусалим настроен продолжать военную операцию в секторе Газа, несмотря на все более очевидную неспособность достичь заявленных целей – безопасного освобождения заложников и ликвидации Хамас. В то же время переговорный процесс между Израилем и движением Хамас через посредникам по вопросу обмена удерживаемых израильских заложников на палестинских заключенных буксует. В этих условиях масштабы гуманитарной катастрофы расширяются с каждым днем. Израильские военные уже три недели блокируют въезд через КПП Рафах и Керем Шалом трем тысячам грузовиков с гуманитарной помощью. Как результат, по оценке специализированных агентств ООН, в секторе закончилась вся гуманитарная помощь. Нет воды, еды и топлива. Тем, кому удается спастись от бомбежек, сталкиваются с голодом, инфекционными заболеваниями и отсутствием необходимой медицинской помощи. В широкий резонанс вызвали сообщения об обнаружении массового захоронения в Хан-Юнисе с более чем 300 телами палестинцев. Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы облегчить бедственное положение гражданского населения оккупированной палестинской территорией. Начиная с 19 октября 2023 года самолетами МЧС России в Египет для последующей отправки в осажденный палестинский анклав по линии Египетского общества Красного полумесяца было доставлено более 500 тонн гуманитарных грузов. Наряду с государственными органами к сбору гуманитарной помощи для нуждающихся палестинцев активно подключились многочисленные российские неправительственные и общественные организации, частные лица, усилиями которых по всей России были собраны сотни тонн медикаментов, теплых вещей, палаток, продуктов питания и предметов первой необходимости для направления в зону конфликта. Господин председатель, с сожалением приходится констатировать, что в условиях сегодняшней эскалации возвращение процесса палестино-израильского урегулирования в политико-дипломатическое русло и установление режима прекращения огня выглядят иллюзорно. В этой связи Совету безопасности ООН необходимо продолжать оказывать давление как на Израиль, так и на его союзника – Вашингтон. Подписавшего законопроект о выделении военной помощи на сумму в 26,4 миллиарда долларов. Данный шаг на фоне отсутствия должного финансирования БАПОР вызывает растущее недовольство и возмущение даже внутри самих США, где антиизраильские демонстрации уже охватили студенческие кампусы крупнейших университетов. При этом попытки израильтян раскрутить темы сексуального насилия и якобы причастности сотрудников БАПОР к атаке Хамас 7 октября дают обратный результат. По итогам своего визита в Израиль и на западный берег реки Ордан профильный спецпредставитель генсекретаря ООН в своем докладе так и не смогла подтвердить наиболее одиозные обвинения израильтян. Зато зафиксировала многочисленные нарушения в отношении произвольно задержанных палестинок. Обращают на себя внимание и выводы группы экспертов во главе с Кэтрин Колонной, которые подтвердили соответствие БАПОР принципу нейтральности и ключевой роли в деле оказания помощи палестинцам. Господин председатель, нынешнее обострение обстановки в зоне Палестино-Израильского конфликта показывает, каким трагическим последствиям приводят попытки монополизации Вашингтоном посреднических функций в угоду собственным необоснованным амбициям решать все мировые проблемы в одиночку. При этом американцами блокируются любые усилия международного сообщества по поиску путей содействия ближневосточному регулированию и исправлению исторической несправедливости в отношении палестинцев, среди которых витирование США проекта резолюции Совета безопасности с рекомендацией Генассамблеи о приеме Палестины в члены ООН. Приветствуем усилия алжирских партнеров по Совету по продвижению в Совете безопасности документа на фоне непрекращающегося кровопролития. Считаем востребованные скорейшую выработку единого сигнала Совета в пользу незамедлительного прекращения огня в анклаве. Кроме того, хотели бы вновь подтвердить неизменность нашей позиции о необходимости, наряду с мерами по преодолению острой фазы кризиса, приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами по всему комплексу вопросов окончательного статуса. Итогом этого процесса должна стать реализация одобренной международным сообществом формулы двух государств – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...